Приветствую всех! Меня зовут Сергей Проходский. Добро пожаловать на YouTube-канал ProCvetok. Сегодня мы с вами находимся на территории питомника декоративных растений Красный Клен. И сегодня затронем немаловажную тему, а именно выбор растений в питомниках. Поговорим о том, какой алгоритм действий, как, соответственно, поступать, на что обращать внимание, если мы хотим получить не только красивые растения, но еще здоровые, качественные, которые будут радовать потом вас на вашем участке в течение длительного времени жизни. Многие из нас хотят создать для себя на своих участках, на территориях декоративные композиции. Будь то небольшие цветники, какие-то более массивные групповые посадки, даже в том числе небольшие парки. Вне зависимости от того, о чем мы говорим, о, соответственно, локальной композиции или о крупных массовых посадках, немаловажным будет являться качество тех растений, которые мы будем приобретать. Ведь, по сути, не имеет значения, будем мы выбирать сосну, тую или какие-то многолетние цветочные растения. Растение в любом случае должно быть изначально качественным. Как, соответственно, подойти к выбору этих растений в питомнике? Необходимо представлять некую последовательность действий. То есть, когда мы определились с ассортиментом растений, которые будем отбирать, нам необходимо визуально изначально оценить это растение и понять, что на самом деле оно будет качественным. Действовать будем следующим образом. Первостепенно, когда мы выбираем растение, отталкиваемся от того, как оно выглядит внешне. В интернете, в литературе, в различных каталогах мы можем найти сорт или вид данного растения и, соответственно, увидеть его настоящий реальный внешний вид. Мы можем понять, какое оно должно быть по цвету, какие примерно у него приросты и как в целом оно должно смотреться. Исходя из этого, мы визуально сравниваем его по этим характеристикам с тем, что мы изначально о нем прочитали. То есть, для растения, в данном случае у нас в качестве примера одна из карликовых горных сосен, мы осматриваем это растение и визуально для себя отмечаем, что цвет хвоинок, он соответствует конкретному сорту или виду. Внешняя форма кроны, или по-другому называемый габитус, он тоже такой примерно, как должен быть, исходя из той информации, которую мы можем найти. Кроме этого, мы оцениваем растение желательно со всех сторон. То есть, осматриваем его не только с одной стороны, с лицевой, а можем прокрутить, поднять и посмотреть. Так, чтобы оно было равномерно развиваемое, желательно во всех направлениях, за редким исключением. После этого, когда мы оценили растение в целом, вне зависимости от того, находится оно в контейнере, или, соответственно, мы отбираем растение из грунта, желательно осмотреть его более детально. То есть, соответственно, так же, как и я, взять его поближе к себе и попытаться рассмотреть растение на предмет механических повреждений. То есть, нет ли, соответственно, в кроне поломанных ветвей на предмет очагов болезни и вредителей. То есть, мы детально, аккуратно просматриваем веточки, хвою или листву, соответственно, если говорим о лиственных растениях. И пытаемся понять, зацепится ли нам что-то за глаз с точки зрения повреждений. Если мы не видим никаких насекомых, жуков, пауков, гусениц, не видим очагов болезни в виде поврежденных ветвей, из которых может быть течь смола или сок или какие-то другие особенные нюансы, в принципе, это может говорить о том, что это растение здоровое. В любом случае, отмечаем или обращаем внимание на все те негативные моменты, которые, соответственно, мы можем заметить на растении. Если в какой-то спорной ситуации мы сомневаемся, допустим, что у растения есть повреждение, которое мы не знаем изначальную природу, и мы не означаем изначальную природу этого повреждения, то, соответственно, на данном этапе лучше, соответственно, растение отобрать из там рядом стоящих и пойти следующим образом. Немаловажным фактом, после того, как мы осматриваем внешнюю часть растения, надземную часть, необходимо обратить внимание на те приросты, которые растение давало в прошлом году. Приросты, фактически, это те части растения, которые располагаются в верхней части и заканчиваются, как правило, почками. Если они примерно одинаковые на протяжении длины ветвей, значит, что растение росло в предыдущие годы нормально, и условия, соответственно, для него были подходящими. Когда мы завершили обзор или осмотр надземной части, необходимо хотя бы минимально попытаться получить информацию о корневой системе растения. Ведь на самом деле, как раз-таки, это та скрытая часть, где мы можем получить какого-то кота в мешке. Конечно же, прийти в питомник и вынимать каждое растение из контейнера, это не является таким хорошим моментом, и вам могут сделать предупреждение, но, тем не менее, можно оценить состояние частично корневой системой по той верхней части кома, которую мы видим, чтобы на нем не было загибающихся корней, выступающих, чтобы растение не было заглублено в грунт, это также будет визуально видно, и в том числе, соответственно, чтобы оно располагалось в контейнере устойчиво. После этого обязательно следует перевернуть контейнер и посмотреть, что будет у него внизу. Всегда в контейнере есть дренажные отверстия, и здесь из этих дренажных отверстий либо не должно быть корней вообще, либо должно небольшое количество корней торчать из этих отверстий. Если будет полностью скопление корней, которое будет обволакивать ком, и таким образом растение даже мы не сможем достать из контейнера, это является признаком того, что растение в этом контейнере передержали и, соответственно, вовремя не пересадили. В дальнейшем вам придется эти корни обрезать, а растение, соответственно, на протяженное время могло страдать в этом субстрате. Сейчас на примере лиственного кустарника, в данном случае это декоративная форма дерена с красными побегами, мы попытаемся с вами оценить его качественное состояние и провести отбор. Когда мы смотрим на крону, она в данном случае у нас уже осенью без листвы, обращаем понятное внимание на ветви. Они достаточно плотно располагаются, их большое количество, то есть кустарник имеет хороший каркас. Это здорово. В принципе, приросты, они характерны конкретно для этого сорта, они тоже являются положительным качеством. Кустарник располагается в крупном контейнере. В принципе, для такого растения контейнер мог быть гораздо меньше. Это говорит, скорее всего, о том, что его не так давно пересаживали, питомник заботится о растениях наперед, и, соответственно, у него должна быть хорошая корневая система. Когда мы перевернем контейнер, это мы, соответственно, заметим и снизу. Есть мелкие мочковатые корни, которые только-только начали вырастать из отверстий для слива воды в нижней части. Соответственно, корневая система у него, скорее всего, очень хорошая. С верхней стороны мы также видим наличие мелких мочковатых корней по верхней части контейнера, что подтверждает то, что я говорил до этого. Есть небольшое количество мха или шайника, которые часто появляются, на самом деле, в питомниках, с учетом того, что контейнеры требуют постоянного, очень частого полива. Если его такое количество, как здесь, в принципе, это не критично, и на него можно не обращать внимания. Если же полностью весь контейнер будет заросшим, в данном случае, допустим, маршанцей, лишайником или другими мхами, лучше всего учитывать то, что при посадке его необходимо будет удалять. И более детально обратить внимание на состояние растений. Но следует также сказать, что на самом деле, отбирая растения в питомнике, мы отбираем отдельные индивидуальные экземпляры. Это совсем по-другому, если сравнивать, допустим, с выбором плитки в помещении с точки зрения интерьера. Почему? Потому что каждое растение индивидуально. В процессе роста, в процессе развития оно приобретает свои особенные качества. Обратите внимание на тот представитель дёрина, которого в данном случае я держу сейчас вот перед вами. Он достаточно хороший и интересный. Но в то же время, в сравнении, в ряду, где стоят такие же растения, можно найти, соответственно, за ту же стоимость, экземпляры, которые будут гораздо более развитые, более пышные, более полноценные, не будут иметь нюансов, которые я обращал по поверхности земляного кома, такую же хорошую корневую систему и, соответственно, другие параметры. Таким образом, когда мы выбираем растения, мы обращаем внимание не только на те особенности, которые могут иметь, или там повреждения, или отсутствие повреждений, но мы обращаем внимание также на общий габитус, то есть на форму растения, на характер развития его, на плотность и в целом на индивидуальные выразительные декоративные качества. В некоторых случаях, например, когда вы сомневаетесь в качестве определённого растения, а оно, к примеру, уже последнее и выбора особо нету, с разрешения сотрудников питомника можно оценить корневую систему более качественно. В данном случае перед нами представитель, то есть западная форма Брабант, у которой как раз-таки очень хорошо видно развитие корневой системы. Очень здорово, на самом деле, здесь идёт оплетение корнями полностью всего кома, как мы видим, по бокам контейнеров с нижней стороны. И также важно ещё, что корни не оплетают ком несколько раз, закручиваясь, соответственно, что потом будет продолжаться в неправильном развитии корневой системы, а именно равномерно располагаются в контейнеры, дорастая до его, соответственно, границы. Примерно сейчас это как раз-таки то время, когда растение необходимо либо переваливать следующий контейнер в питомнике, либо, как в нашем случае, соответственно, приобретать и высаживать у себя на участке. Имея возможность в данном случае увидеть ком целиком, мы полностью оцениваем растения как по надземной части, так и, соответственно, по корневой системе. Также следует обратить внимание на то, что хвойные растения – сосны, туи, ели, пихта, можжевельник и другие – всегда должны быть с закрытой корневой системой. То есть это говорит о том, что корни всегда должны быть спрятаны в субстрат, и земля с них не должна обваливаться. В данном случае перед нами экземпляр сортовой черной сосны, и мы видим, что растение находится хоть и не в контейнере, но корневая система защищена. В данном случае корневая система обмотана в мешковину и в дальнейшем укреплена металлической сеткой. Это говорит о том, что питомник сохраняет корневую систему, и таким образом вы в процессе покупки и потом посадки сможете это растение, не повреждая корни, посадить у себя на участке. Варианты корневой системы, кроме стандартного пластикового контейнера, на самом деле могут быть очень разные. Та же мешковина, металлическая сетка, даже торфяные контейнеры – вариантов на самом деле много. Сочетание мешковины и металлической сетки или наличие одного из этих вариантов, как правило, питомники и садовые центры применяют для более крупных растений или возрастных. По сути, это та же закрытая корневая система, которую мы с вами видели с использованием пластиковых контейнеров. При покупке таких растений в питомнике, когда мы, соответственно, их отбираем, фактически оценить корни внутри мы не сможем. Единственное, на что следует обратить внимание, чтобы по мешковине нигде с боков не торчали обрубленные корни. То есть в данном случае ком более-менее обтекаемый, никаких торчащих кусков древесины мы не видим. Он плотный, стянутый, и мешковина и сетка хорошо его облегают. В дальнейшем, соответственно, когда мы будем производить посадку, и мешковину и сетку мы будем оставлять, не убирать. Единственное, что будем проверять зону корневой шейки, чтобы проволока не пережимала основание растения, то есть зону корневой шейки.